Пока Германия неуверенно шагает в сторону выхода из жилищного кризиса, Испания на всех парах несется к вершинам, вызывая вопрос. Происходящее часом не пузырь? Об этом и еще о Венгрии, классном предложении Сербии в новостях Приан. С вами я, Ольга Логовская. Поехали! Немецкая недвижимость последние полтора года переживает, пожалуй, самые мрачные времена с начала нулевых. По итогам первого квартала 2024 снижение цен на 5,7%. Это, конечно, лучше, чем в предыдущем отчетном периоде, тогда падение составило чуть больше 7%, но это цифры в целом по стране. Тем не менее, похоже, что в конце туннеля все-таки появился свет. По данным платформы ImoVelt, с начала года в некоторых районах страны цены пошли вверх. Лучше всего себя чувствуют крупные города. Предложений там не хватает, население постоянно увеличивается, а строит относительно мало. А вот небольшие города все еще в ценовом минусе. Покупатели инвесторов смущают финансовые перспективы и, конечно, ставки кредитования. Поэтому главный вопрос сейчас – а что дальше? Немцы в большинстве – люди системны. Инвестировать в недвижимость они умеют и редко делают что-то в спешке. Многие держат руку на пульсе. Тем более, что рост арендных ставок делает интересным покупку доходного жилья даже в условиях дорогой ипотеки. И нет сомнений, что когда ставки и ипотеки будут снижаться, сами немцы начнут возвращаться на рынок и покупать недвижимость гораздо активнее. А с этим цены поползут вверх. Но вот для инвесторов, которые на ипотеку по тем или иным причинам и не рассчитывали, например, те же россияне, интересное время для покупки именно сейчас. Пока цены около дна, а рынок все еще принадлежит покупателю, можно сэкономить. И в конечном счете – заработать. В Испании все как раз наоборот. А именно – стабильный рост. Цены на квадратные метры почти достигли уровня 2008 года. Правда, не повсеместно, а на островах и побережье страны. До пика остались символические 0,1%. Впрочем, и эта разница скоро будет перекрыта. Во втором квартале цены прибавили почти 3%, а в годовом исчислении – 7,5%. По нынешним временам цифры внушительные. На рост влияют плюс-минус те же факторы. Спрос стабильный, но не пиковый, в том числе со стороны иностранцев. Предложения есть, но не избыточные. Но тут возникает вопрос. В 2008, когда был зафиксирован ценовой рекорд, к которому приблизились сейчас, вдруг оказалось, что рекорд этот на самом деле – пузырь. Он взял, да и лопнул. Тогда за год число сделок сократилось на 33%, а цены упали на 20%. А затем в течение 7 лет они упали чуть ли не в 2 раза. Не повторится ли история? 16 лет назад источником проблем стали спекулятивные сделки, дешевые кредиты и финансовый кризис. Но похоже, что с тех пор власти сделали выводы и провели работу над ошибками. Сейчас получить кредит больше, чем на 70% от стоимости жилья практически невозможно. А тогда выдавали даже 110% от стоимости. Так, на ремонтик. Сейчас рост более обоснован, за ним стоят объективные факторы. И что важно, он замедляется уже шестой квартал подряд. И, к слову, в целом по стране средняя стоимость жилья все еще на 18% ниже начала 2008 года. Так что куда расти? Еще есть. Недвижимость на озере Болотон оставила жилье в Будапеште позади. По крайней мере, если оценивать среднюю стоимость покупки. Здесь средний чек примерно 164 тысячи евро. Это вдвое больше, чем в 2018 году. Другой любопытный факт. Разница в ценах за квадратный метр между северным и южным берегом озера составляет примерно 17%. Пандемия внесла огромный вклад в рост стоимости квадратов именно здесь. Люди, многие уж точно, бросили привычные квартиры в городе и переехали в частные дома на природу. А она здесь прекрасная. Еще один важный фактор – интерес иностранных инвесторов. Больше всего недвижимости на Болотоне покупают граждане Германии и Австрии. Причем состоятельны пожилые пары и семьи с детьми. Предпочтение они отдают люксу. Цены все равно ниже, чем дома того же класса на родине. И жить дешевле. Сербия – одна из стран, недвижимость которой все больше интересна иностранным и особенно российским покупателям. В 2022 году здесь был бум. К концу 2023-го он поутих. Но учитывая возможности, которые открывает сербская недвижимость, инвестиционный и иммиграционный, сомнений в том, что спрос сохранится, в общем-то нет. С некоторыми оговорками можно сказать, что для иностранных покупателей рынок недвижимости Сербии – это рынок одного города, разумеется, Белграда. Не то чтобы провинция была совсем неинтересна, но, конечно, спрос на небольшие города не сравним со столичным. Говоря о ценах, в Белграде можно ориентироваться приблизительно на 2000-2500 евро за квадрат. Есть, конечно, и престижные квартиры по 7-8 тысяч, но все-таки это единичные варианты в элитных новостройках. Новостройки вообще пользуются большим спросом. Это можно связать и с относительной непрозрачностью вторичного рынка, и с невысоким качеством, в среднем, не нового жилья, и с тем, что риэлторам проще продавать именно новостройки. Вашему вниманию сегодня типичное предложение в проекте, сдающемся в 2024 году. Квартира с видом на Дунай, небольшая, зато по вполне конкурентной цене. Проект новый, а поэтому имеет все необходимые атрибуты цивилизации. Парковка, кондиционеры, проведенный интернет, система безопасности. Это и другие предложения по Сербии смотрите в описании к ролику. На этом я с вами прощаюсь, но, конечно, не навсегда, а до следующей недели. Спасибо, что досмотрели до конца. Ставьте этому видео палец вверх, подписывайтесь и делитесь мнением в комментариях. Добра и мир ваш дом!